дорогие мои друзья здравствуйте утро мое началось спасти рушек я постирала чехол с кровати с матраса вернее надеюсь что он до вечера высохнет потому что спать на сыром тоже не очень хочется дорогие мои друзья с одной кровати я уже постирала неделю тому назад чехол он благополучно высохну тот был немного другого качества а этот вот такой вот немножечко махровенький это для того чтобы не скользила простыни по этому чехлу в общем-то он мне нравится дорогие мои друзья вчера был выходной я испекла вот такой вот пирог сейчас попью чай с пирогом с этим пирог яблочные очень вкусные ну типа шарлотки друзья мои рассадила я вот эту фиалку здесь у меня почему-то очень много получилось от 2 буквально листиков я укореняла листья листьями фиалку и получилось очень много деток он был пышный друзья мои вот две получилось фиалки на балконе еще 2 и вот все они уместились в этом горшке конечно же им было тесно дорогие мои друзья я к сожалению не заметила но вот уже вот здесь видны не знаю видно да видно вот посмотрите уже выходили как бы ну цветение выходит при цветении фиалок их рассаживать нельзя но не моя в этом вина просто не было видно из-за густых зарослей вот в этом вот маленьком горшке цветение поэтому я для того чтобы они начали цвести я их и рассадила ну вот видите как получается дай бог чтобы они прижились у меня и цели радовали глаз вот это вот моя старая фиалочка вот меня удивляет почему почему так темно меня удивляет почему листики вот так вот скорежились скукожились я не знаю были нормальные круглые листья но вот что-то а это случилось после того как я пересадила фиалку в этот вот горшок наверное возможно может быть великоват этот горшок для фиалки ну в общем я не вот эту фиалочку я в прошлом году приобрела наверное тоже уже деток пустила ну вот надо было ее весной весной пересадить но ведь у меня здесь не было к сожалению ну и вот это вот это уже от первой моей фиалки пошли отростки и вот тоже уже цветет второй год она но дело в том что дорогие мои друзья видите тоже ну как бы два цветка в одном горшке надо бы их пересадить но опять же она цветет никак не получается у меня ее при и захватить не знаю что делать ну пусть пока так будет возможно что получится у меня на следующий год пересадите и я обязательно это сделаю ну и вот мои денежные деревья дорогие мои друзья я им чуть-чуть подрезала верхушки как получится не знаю думаю что получится они у меня еще слабенькие тоже немного как бы подустали без меня дорогие мои друзья ну и сейчас я займусь вот этим вот суккулентом тёщиный язык он безобразно разросся горшок ему не подходит но пока у меня другого горшка нет я буду его прорежать менять землю ему уже прилично три года поэтому я думаю что пора его пересадить он пока еще ни разу не цвел поэтому я думаю что можно его потревожить и еще один у меня тоже просится на пересадку я им тоже сейчас займусь это вот этот вот тещин язык конусообразный я его тоже буду сегодня пересаживать потому что это не дело вот так вот так вот он растет это мой второй завтрак дорогие мои друзья утром я уже поела причем неплохо я решила просто перекусить чай попить и в общем-то обед будет у меня еще не скоро поэтому ребята вот такую шурпу я приготовила сейчас замариную филе индейки с сливочном соусе и будет у меня вкусный обед а плиту ляпала посмотрите ужас какой-то надо будет ее очистить срочным образом дорогие мои друзья замариновала я филе индейки вот таким вот образом моими любимыми приправами первую очередь здесь конечно оливковое масло у меня базилик в общем все что я люблю соль перец и особенность вот такая вот я все это заливаю сливками 20 процентными вот пожалуйста вот примерно вот так вот примерно вот такой объем и и дорогие мои друзья убираю в холодильник на час на полтора можно на два пусть пропитаются хорошо а потом я в духовку будет очень вкусно друзья мои по-моему эти босоножки мне жмут а не знаю дойду я или нет до поликлиники я собралась в поликлинику дорогие мои друзья ну в общем думать некогда пока пока все дорогие мои друзья высох чехол на матрас и теперь я еще заодно поменяю постельное белье я получила кстати говоря батарею то есть аккумулятор к старым к старому своему телефону кленово и сейчас приду домой посмотрю как будет она работать я не радуюсь смотрите какие уже листочки большие все распустилась сирень во всю цветет я просто мне некогда снимать потому что много очень дел вот смотрите сирень вот она красавица возле школы белая сирень вообще красота дождик накрапывает вообще обещали дождь конечно и вчера обещали на вчера не было вчера было так чуть-чуть прохладно у меня сегодня дорогие мои друзья радостный день 31 год тому назад я родила дочку это было такое счастье для меня впрочем как и для любой мамы рождение ребенка это очень важное событие очень значимое для любой семьи для любой женщины в общем я просто счастлива что у меня есть дети что у меня есть прекрасный сын что у меня есть прекрасная дочь дорогие мои друзья ребята дождик меня выгнал с улицы я только зашла домой дождик закончился но я уже не стала возвращаться продолжать прогулку в общем то решила заняться своим телефоном вот смотрите пришла мне батарея еще не хватало уронить тут все вот это старая моя батарея темно страшное дело а вот это пришла новая она приклеена она была внутри там просто приклеена штучка такая в общем друзья мои пожелайте мне удачи хотя бы чтобы полгода подержалась продержалась эта батарея этот аккумулятор вот я знаю что не родные они плохо держит заряд не очень долго то есть по временем это не родные вот так вот сейчас буду смотреть потому что и обрезанную эту вставлять обратно симку а вот еще я купила вот такие вот маски такие вот одна бодрящие это с утра я сделаю ну а вот эту вот можно сейчас сделать освежает сужает поры вот это мне и нужно попробую надо уже приводить себя в порядок друзья мои пришла с улицы вы думаете и чем я занималась угадали села за стол и натрескалась нарезала себе салат из помидоров с кунжутом с подсолнечным маслом нерафинированным чай зеленый заварила дочка привозила из турции очень вкусный красивый чай и дорогие мои друзья тортик умяла за милую душу